Шалом и браха! Благодаря изучению книги «Врата в мир молитвы» я должен признаться, что я все больше понимаю, насколько я сам далек от настоящей молитвы. Эти слова, которые мы в прошлый раз почитали, Икар Хатфила, что главное молитвы почувствовать, что ты в действительности стоишь перед Всевышним, ощутить Его близость, осознать, что бытие Святого Благословенного Его близость — это действительность, реальная, и не меньше, чем любая простая привычная нам действительность. Умеется в виду, что прочувствовать по-настоящему, что я сейчас стою перед Творцом во время молитвы, и понимать, что это главная суть всей молитвы, это что-то, что может прийти только из-за изучения, из-за приготовления, после этого я пришел к такому заключению, что часто мы учим законы, да, но некоторые законы, они считаются как правило, которые мы не соединяем с их сущностью. И в молитве я это почувствовал очень-очень ясно. Когда мы учим Шелханарух, да, кодекс законов, который связан с молитвой, то там четко описывается, как себя нужно вести. Например, человек, который молится, и у него вдруг отрыжка, ну, он только что хорошо у него покушал обед, и во время молитвы у него отрыжка. Это плохой знак. Если человек начинает зевать во время молитвы, то сказано в Шелханах это плохой знак. Также сказано, как себя нужно одеть, прилично выглядеть во время молитвы. И у меня, по крайней мере, было, когда я учил эти законы, то это как какие-то правила, да, как каждая митцва у нее есть свои правила, да, какой у меня должен быть лулав, да, какой у меня должен быть шафар, тфелин, цицит, мезуза, тора. Есть законы, которые четко описывают, как должно выглядеть. Но чтобы проникнуть в сущность этих законов, то нужно понимать, а что такое, в чем вообще сущность этой митцвы, этой заповеди, как она нас соединяет с Творцом. И в молитве это на самом деле очень просто. Если я сейчас во время этой лекции начинаю зевать, да, или заниматься другими вещами, да, то это будет выглядеть очень непрофессионально, да, это неуважительно, потому что я должен представлять себе, что на самом деле, да, будем надеяться, что кто-то это услышит, кто-то это увидит. И хотя я сейчас это не вижу, но я могу себе это представить и приготовить себя и в должном мере, чтобы это не произошло, чтобы это было действительно выглядело достаточно все серьезно и правильно. Хотя я не вижу сейчас никого, да, я не вижу никаких зрителей, да, это непросто. Но мое воображение достаточно, чтобы представить, что действительно сейчас, да, в данный момент, когда вы меня сейчас слышите, я действительно говорю с вами. Когда мы говорим, обращаемся к Творцу, это молитва, обращаемся, мы говорим с Хошем, вся сущность это то, чтобы я действительно прочувствовал, что я говорю сейчас с Хошем. Поэтому это не просто какие-то законы, какие-то связанные, какие-то детали, да, это значит, что когда я говорю с кем-то, я начинаю зевать, у меня отрыжки и так далее, и так далее, или я как-то очень неопрятно выгляжу. Это неуважение, это не... Но здесь, это еще более того, я прихожу в дворец, к царю царей, и я начинаю, да, обращаться к нему, я восхваляю его, я прошу у него, да, обо всем. И если в этот момент я начинаю зевать, я как-то не обращаю, я начинаю теряться в моем мысли, я думаю о чем-то другом, да, и это не просто царь, это человек, это кто-то, это кто-то, кто видит все мои мысли. И если я не подготовил себя к этому, да, то это же будет настолько оскорбительно, насколько вызывающе, насколько это будет провокация для всего. Это плохо кончится. Поэтому, опять же, все это приготовление, это моя аудиенция с Ашемом. Поэтому все законы, которые мы учим, это только описывает совершенно как же, как я, да, как вот это мое воображение, да, что вот это вот, что это должно быть настолько все реально, и эта действительность, она должна так же отражаться на моем поведении, это непросто, да. И особенно, когда человек молится постоянно, да, несколько раз в день. Но, когда мы начинаем, опять же, изучать это, да, мы задумываемся об этом. В Ремойши Файнштейн, как известно, когда он был еще рабом в России, и уже коммунисты, они заняли все это, весь этот город, и запретили изучение Торы, запретили Ишивы, он все еще продолжал протпольно, заботиться, что была шхита, была кошерная еда, чтобы Миква, он сделал, чтобы в бассейне, можно, он сделал бассейн, местный бассейн, чтобы он был кошерный, как Миква. И множество его действенностей, его деятельность была настолько активна, что ЧК и в секциях, кто бы то ни был, они узнали об этом, они пришли к нему, и один из офицеров, он вынул револьвер, он представил его к нему, ему в голову, сказал, что сейчас тебе конец. И он был готов выстрелить, и револьвер еще рассказывает, что он стоял, он замер, и по какой-то причине они не убили его. В конечном итоге он попал в Америку, и он стал главным авторитетом Аллахи в Америке, и также в мире. Но вот это чувство, вот это вот, как он стоял в этот момент, когда у него это оружие, это пистолет был перед его головой, он сказал, что он остался за этим, и вот каждое шмонесра, Амеда, когда он молился, остановился, он так же себя ставил, вот это было его, он вспоминал об этом, и вот так же он молился. И когда я услышал это, я не понял, какая связь, какая связь с молитвой, это была, конечно, ситуация, это была такая, тяжело себе представить, как кто бы из нас отреагировал, но это была страшная вещь, но когда ты молишься перед Творцом, Ашайм он же, Рахамим, он же млосердный, он слушает нас, почему нужно себя представить в такой вот, просто замереть, вот так вот, но сейчас, я думаю, что я гораздо лучше это понимаю, потому что если у Романши Файнштейн, он понимал, что такое твила, он знает, что такое молитва, и когда человек действительно, как он описывает Рафинкас, у него эта реальность перед ним, что он сейчас стоит перед Творцом, это что-то, что автоматически меня придет в этот трепет, у меня уже нету даже сил, нету возможности качаться, как-то себя, двигаться, человек просто замирает, и Романши, он понимал, Майши Файнштейн, что тоже чувство, как вот он стоял в этот момент, перед оружием, перед его глазах, где вся его жизнь, она стоит перед ним, и сейчас решается, также мы должны в общем-то, стоять перед Творцом, и возможно у нас не получится это во время всей молитвы, и возможно у нас не получится даже каждая молитва, но начать, понимать, что молитва, она вот эта вот реальность, что мы стоим перед Творцом, и к этому надо стремиться, и чем больше мы об этом учим, чем больше мы изучаем, тем легче это, тем легче это становится привычкой. Дальше приводится в вступлении, что как пример, насколько мы не знаем, что такое молитва, то Аризал, он объяснил, что во время Хазрас Ашац, повторения Миды, когда Хазан, Кантер, он повторяет все Шмонесра громко, и мы отвечаем Амень, то в каком-то смысле, это еще выше, чем молитва, которую мы говорим, шепотом, что шепотом, он описывает это, Рапимкас, что мы, это насколько мы должны скрывать это, как будто у нас какие-то жемчужины, драгоценности, и мы должны их, насколько можно максимально скрыть от тех сил, которые хотят это у нас забрать, что мы сейчас обращаемся к Творцу, и чтобы какими-то картрагами, которые эти силы, которые считают, что мы не заслуживаем этого, они стараются нам помешать, и мы вот так вот шепотом обращаемся к Творцу. Во время повторения Амеды, когда Хазан, он громко повторяет все эти благословения, то это настолько выше всего, это уже может говориться громко, мы уже, мы как будто мы находимся рядом с царем, и тут нам, мы безопасны, нам никто не может помешать, и тут, как сказано в Геймаре, что человек помолился, если ему не ответили, молись еще раз, Геймараб Брахот, Винский Гон объясняет, что помолись еще имеется в виду во время Хазарат Сашат, повторения Амеды, у тебя есть сейчас шанс повторения Амеды, опять же, вот это вот еще раз, та же молитва, еще раз, внимательно следить за каждым богословением, и отвечать Амэнь на каждое богословение, и этим ты, это считается молитва всей общины, и когда это молитва всей общины, тогда у нее огромнейшая сила, Ашем никогда не отклоняет молитву, которая ото всей общины, и человек может молиться 70 лет, 80 лет, и когда он не знает силу повторения Амеды, что это что-то, что может ему действительно быть ключом, и то, что ему не хватает, да, потому что у него не хватает вот этой силы, вот это когда вся община обвиняется в этой молитве, когда Хазан говорит это для всех нас, и он не обращает внимания, как он говорит Амэнь, он действительно понимает, на какую благословение говорит Амэнь, да, и насколько у него есть концентрация, и он чувствует, тогда он пропускает это, почему-то, что он не знает, да, и если человек об этом узнает, тогда это другое дело, и поэтому в Шемшин, когда Готтосам, у него была машина, и он дает такой пример, что когда человек не знает, что такое молитва, это сравняется с человеком, который, он купил машину, но он думает, что у него только одна скорость, он все время ездит на одной скорости, да, и представьте себе, да, куда бы он ни собирался, куда он, он едет на одной скорости, на первой скорости, и он даже гордится собой, но иногда он доходит, может, до 15 километров в час, может, даже до 20, да, на вся, мотор там надрывается, но это так глупо, это так жалко, на самом деле, у него 5 скоростей, да, он может, он может промчаться, он может достигнуть, почему-то, что он не знает, поэтому, насколько это важно, кааколь-коль-яков, это сила еврейского народа, это молитва, кааколь-яков, голос, яков, голос Израиля, коль еврейского народа, это именно наша молитва, давайте воспользуемся этим, спасибо.